Так, мы снимаем на нашу GoPro новую, Женечка. Улыбайся. Ну-ка, еще раз. Привет, новый день. Сегодня у Кости день рождения. У-у-у! Костя сегодня 30 лет. Мы едем как на Марсе. Тут зеленый Марс. Нет ни одного дерева, вообще ничего нет. Ну, на самом деле, периодически попадаются очень красивые горы. Водопад мы еще один засняли по дороге. Мы едем сейчас на самую восточную часть Исландии. И у нас там поход в ледяную пещеру. А мы едем смотреть айсберги. Да. Ладно, мы выходим в эту чудесную погоду. Короче, мы приехали в такое место, куда закрывают айсберги. И просто ужасный дождь. Но не холодно. Сейчас я покажу айсберги за мной. Сегодня, кстати, у Кости день рождения. И это новый наш подарок от Антона с Аленой. Вот. Мы его сразу же используем. Такая вот тут красота. Они прямо голубого-голубого цвета. Никогда такого не видела в жизни. У меня такой видок, потому что здесь жуткий дождь. Но зато такая красота айсберги. Я забыла. У нас осталось буквально где-то 40 минут до того, как нам надо уже будет идти туда, откуда отходит наш тур, в ледяную пещеру. И мы съездили, посмотрели айсберги. И сейчас мы увидели, что здесь есть такое место. Сейчас я иду в Бору. Откуда виден ледник. Туда, куда мы пойдем в пещеру, и отсюда его прямо очень хорошо видно. Очень красиво. Такого я вида еще не видела. Сейчас. У нас там вот такие горы. Это у вас ледник. Мы приехали. Наш пункт назначения, откуда отходит тур. Сидим, ждем. Вот тут люди тоже с нами сидят. Костя. А, да, я тут фоточки смотрю. Наш ждем. У нас, скорее всего, будет женщина-гид. Вот там вот. Мне, я доволен. Никогда не против. Все, что не очень надо. Мы приехали в плоти. Ледяные пещеры. Нам выдали шлемы. Звало Двадебила. Это точно. Двадебила прораба. Очень сильный дождь. Да. Собираемся войти в пещеру. Это самый большой ледник, она сказала в Европе. С непроизносимым названием. Собираемся. Собираемся. И там уже видно, какой там синий цвет. О, у нас самый самый красивый. Мы зашли в пещеру. И синее все. Все-все синее. И тут все синее. Тут очень круто. Ну, просто какая-то магия. Я даже не знаю. Поскольку сегодня дождь, здесь везде такие маленькие ручейки сверху. И это питьевая вода, она сказала, ее можно пить. Так, Шанька у нас тут решила попить. Попить воды. С ледника. Ну как? Тут вот течет прямо. Ну вот, мы провели в пещере где-то минут сорок, наверное. Нафоткались. Костя, что ты думаешь? Офигенно. Очень круто. Все такое синее. Да, это реально стоит того, потому что такого никогда не увидишь. Там видны капельки, то есть не капельки, а капельки воздуха тысячи лет. Трампу надо сюда приехать и посмотреть, что такое global warming. И вообще она нам рассказала, что там, где мы оставили машину, там начиналась пещера. Да. 20 лет назад. Идти два с половиной километра? А, да, да. Оттуда сейчас уже, да. А год назад где-то 200 метров отсюда. Их только в пещеру. Так что она все тает. Такая красота тает. Вот так вот. Все, наш тур закончился. И дождь закончился. И мы уже обратно вышли с нашей машины. Стали видны горы. Там наша группа идет. Очень-очень классно было. Вот на такой тачке мы приехали. Такой высокой. Сейчас поедем в отель отдыхать, а потом будем ловить северное сияние. Мы приехали с наших путешествий сегодняшних. И мы живем в такой хижине деревянной. Тут вот такой вот треугольный потолок. Настоящая маленькая избушка. И еще тут ферма. Здесь лошадки. Мы, правда, их не видели, но запах есть. Не сдаются себе знать. Где ты? Ты как-то не в кадре вообще. Кто я здесь? А, вот. Я в хижине тоже. Ты не одна тут. Да. У нас сегодня очень необычно прошел Костин день рождения. И сейчас мы еще постараемся поехать поискать северное сияние. Мы проверяем прогноз на таком специальном сайте. Где показывают и тучи, и... Я там смотрю с твоего уха в соусе. Да. И тут такие вот... У нас стол, термос, бомж-пакет. Вот наша кровать. Только слышно, как ветер задувает. Вот мы забыть уже. lodом и LAUGHTER Субтитры создавал DimaTorzok